Важен конструктивный диалог и его взаимодействие нашей страны и Росатома. Беларусь готова расширять сотрудничество с госкорпорацией. С вводом в эксплуатацию белорусской АЭС страна получила существенное преимущество и укрепила собственную энергетическую безопасность. Об этом говорил премьер Роман Головченко сегодня на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым. В Беларуси фактически сформирована новая отрасль экономики при непосредственном участии Росатома. И она стала мощным импульсом для внедрения новых технологий и инновационных решений. Отрадно то, что мы продолжаем сотрудничество по многим направлениям. В соответствии с тем меморандумом, который был подписан между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергетики в мирных целях и смежных высоких технологиях. И соответствующая комплексная программа сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов. Конечно же хочу вас заверить, что мы всецело настроены на расширение взаимодействия с госкорпорацией Росатом во всех областях, которые отмечены в наших документах и которые не отмечены там. На сегодняшний день мы рассматриваем, Роман Александрович, около 40 проектов вне ядерной сферы. Они в разной степени готовности, в разной степени зрелости. Но каждый из них, на наш взгляд, рано или поздно превратится в вполне привлекательный промышленный, производственный проект с новыми рабочими местами, с новыми налоговыми поступлениями и с дальнейшим развитием компетенций, в том числе и в интересах поставок в третьи страны. На новые совместные проекты Беларусь нацелена и с Новосибирской областью России. Сегодня в правительстве принимали губернатора Андрея Травникова. Как отметил премьер, двусторонние отношения сейчас находятся в активной фазе развития и поддерживаются на уровне руководства региона от экономики до гуманитарной сферы. И это дает свои плоды. Реализуются контракты, а товарооборот хорошо сбалансирован. При этом идет наработка проектов на будущее. Про них сегодня говорили и на предприятиях. Я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам, в частности с заводом БелАЗ. А где открываются совершенно новые для наших предприятий новосибирских возможности, например, сотрудничества в направлении локализации производства автомобилей на БелДЖИ. Поэтому, конечно, любой контакт полезен не только с целью поддержания отношений, дружеских отношений, но и с целью развития экономической операции. Сегодня в Минске открываются и Дни культуры Новосибирской области в Беларуси. До торжественной церемонии премьеры губернатора смотрели выставочные площадки этого проекта, где было представлено все многообразие и самобытность российской Сибири.